Хотел забрать документы, но оказался за дверями юридической компании. Сотрудник вытолкал клиента за дверь. Пожилому мужчине пришлось вызывать скорую, из-за чего произошел конфликт в офисе юристов. И почему так поступили? Во всем попытался разобраться наш корреспондент Татьяна Лаврова. Мартон Татьянович, я предлагаю вам подписать опись и закрыть рот свою. Я это всем сейчас не делаю. Я позвоню вашему ответчику, лицу, которому вы привыкли. Да пожалуйста! Вот так с пожилым клиентом разговаривает сотрудник юридической компании. А потом мужчину силой выталкивают за дверь. Попадаешься! Да вы что тут? Зачем вы избиваете мужчину? Вы что делаете? После такого похода в свою юридическую фирму, клиент 66-летний Марк Милявский отправился прямиком в больницу. У мужчины подозрения на сотрясение. А ведь он хотел лишь забрать у юристов свои документы, чтобы обратиться за помощью к другим адвокатам. Сумма меня устроила по обслуживанию юридических услуг. Я оплатил, дал им доверенность на право предоставления меня в суде. И на этом, значит, думал, что будет, юристы будут работать. Когда мне показали иск, первое, что я увидел, что юристы написали мой адрес, место Челябинск, МИАС. В начале года Марк Милявский обратился в юридическую контору за помощью. Его компания пытается отсудить у другой почти 14 миллионов рублей. Юристы должны были подать иск и представить фирму Милявского в арбитражном суде. Но никаких судов не состоялось, как объяснил директор компании Никита Александр, из-за пандемии. Впрочем, обижен на фирму не только Марк Милявский, но и автоледи Ольга Васильева. В эту компанию за юридические услуги она заплатила 23 тысячи рублей. У женщины загадочно исчезла машина. Автомобиль везли из Амурской области в Челябинск, но авто не приехало. Ольга Васильева решила подать в суд на транспортную компанию. Но по факту с февраля месяца ничего не было сделано, никаких объяснений не было дано. Деньги обратно не возвращают, двери не открывают, оскорбляют, телефонные трубки не берут. Яна Колотова, как и Ольга Васильева, тоже забрала свои документы из компании. Она хотела лишить мужа родительских прав, но в итоге дело оказалось проигранно. Мне было сказано, что дело у нас стопроцентно выигрышное. На суд Никита Геннадьевич приходил, на суд мы проиграли, потому что он вообще ни в каком виде, не спрашивал у меня, что я хочу. Не интересовался теми документами, которые я ему предоставляла. Сам руководитель юридической фирмы Никита Александр говорит, услуги он свои выполнил в полном объеме и откуда претензий не понимает. Всю работу сделали. По Колотова есть судебное решение. По Васильевой дело в суде. Среди загруженности судов, вот сегодня звонили в аппарат судей, дело еще к слушанию не назначено. Что касается Милявского, ну по Милявскому тут три иска было подано. Почему он так себя ведет, непонятно. Теперь все бывшие клиенты написали заявление в полицию. Служители закона уже начали проверку.